Мы в нашем курсе по ознакомлению с Linux в прошлый раз наконец уже добили тему мониторинга производительности. Теперь у нас с вами будет несколько примерчиков по тому, как эти инструменты можно использовать в реальной жизни. Буквально три примера я сделаю, довольно-таки поверхностных, чтобы вы поняли именно принцип того, как это все может работать и могли уже применять у себя. Первоначальный вопрос, безусловно, как понять то, что у вас вообще что-то не так. У нас, как правило, везде всегда подключены какие-то системы мониторинга производительности. Либо у нас есть тестеры, программисты, пользователи, которые говорят, что что-то как-то все медленно работает. Но, безусловно, конечно, лучше иметь какой-то мониторинг, например, родной наш Zabbix. И так мы можем по Zabbix увидеть, что что-то не так, или просто понять, что что-то не так у нас происходит. Итак, первое, что мы можем сделать, когда мы думаем, что у нас что-то не так, это запустить топ. Запишем, запустим топ, и топ нам покажет то, что у нас, в принципе, сейчас, вы видите, 92% ЦПУ, какие-то действия в юзерспейсе происходят. То есть, какие-то пользовательские. Кто-то из пользователей что-то запустил. Если бы это были системные процессы, они были бы здесь. И это 92%. И я вижу то, что это какой-то некий у меня здесь GZIP. И я вижу то, что у меня сейчас все отсортировано по ЦПУ, как раз мне повезло. И по ЦПУ я вижу то, что это процесс ID 1477. Некий процесс, запущенный от пользователя с фамилией Симаев, с PID 1477, что-то делает. Я могу попробовать вывести все процессы, мой любимый ключ PS, это минус EF, и грепнуть по этому PID. Сказать греп 1477. И я сразу вижу то, что 1477, вот он, по лице Симаев, выполняет какой-то GZIP минус D. Что-то выполняет с архивом. И я вижу то, что вторым, вот здесь вот, PID-ом указан родительский PID. И теперь я могу попробовать посмотреть по родительскому PID 1476, что у меня было запущено. И 1476 процесс мне показывает то, что пользователь Симаев запустил TAR, утилитку архивации с ключами ZIP, Extract, File. И некий dump он распаковывает. Это как раз съедает у меня все процессорное время. Это такие, так скажем, самые основные утилитки. Мы могли вообще запустить H-TOP. И в H-TOP в принципе сразу это все увидите. H-TOP нам показывает то, что вот процессор загружен. Можем попробовать это все отсортировать. Вот у меня сейчас по CPU. Опять же, CPU показывает XIP минус D. Но здесь есть очень удобная клавиша F5, которая показывает дерево процессов. Я могу поспускаться вниз, найти свой, вот у меня процесс, который 100% всего съедает. Двинуться направо. И вот я вижу все дерево процессов. То, что есть у меня SSH Demon. Через SSH Demon у меня был запущен процесс ROOT. ROOT в BASH перешел в пользователя Симаева. Тот в BASH запустил ANTAR. И этот ANTAR сейчас у меня запускает GZIP. То есть раззиповывает архив. И это все у меня съедает мой процессор. То есть через H-TOP это делать быстрее. Но поэтому H-TOP и в принципе удобнее. Итак, основной алгоритм поиска проблем на сейчас. Мы запускаем какой-то диспетчер задач. Этот диспетчер задач у нас показывает процесс, который жрет больше всего каких-то ресурсов. То есть мы смотрим, какие ресурсы у нас потрачены, кто их жрет и зачем. Затем через какие-нибудь утилитки находим, что это за процесс и кто его инициировал, как и зачем. Дальше можем наказывать или понимать, что это нормально. Субтитры сделал DimaTorzok